Всем привет! С вами лучшая студенческая программа «Альмаматор». И мы, Миша Коробицкий и Лена Хроменкова. Советуем вам отложить свои дела, чтобы узнать, что мы приготовили для вас на этот раз. В этом выпуске смотрите. Радужные фонтаны и лавочки для релакса. Могилю в глазами студентов увидела наша съемочная группа. Я тебя люблю. Маленькая фраза для нас и такая большая для наших мам. Как это реагируют они на внезапное признание? Проверим в этом выпуске. Один в поле не воин. Особенно, если это поле морковное. Как студенты собирали урожай? И какие вкусности продавали на осенней ярмарке? Экзамен по трудолюбию студента сдали на отлично. Не влюбляйся, не пей вина и на лбу у себя высеки. Жизнь тебе дана для того, чтобы ты посвятил ее физике. Ну уж нет. Спасибо. Вот смотри, что магистранты физики придумали. Они собрали единомышленников и решили вместе участвовать в конкурсе по благоустройству Могилева. Погоди. Не понимаю, при чем к физике благоустройство? Профессия тут вообще ни при чем. Главное, студенты генерируют множество идей, как сделать Могилев красивее и современнее. Ну смотри, что они придумали. Виталик Шушлаков – магистрант физических наук. В сентябре парень узнал о конкурсе по благоустройству Могилева и собрал команду друзей студентов. Теперь они встречаются после занятий и вместе придумывают, как сделать город уютнее. Наша команда состоит не из профессионалов. Мы все студенты взяли участок, который хотели перестроить, более проблемный, который требует изменений, потому что там посещают его постоянно молодежь и не только. Местом проектирования стал район реки Дубровинка. Свой проект студенты назвали «Шаг в будущее». Главная его цель – сделать город современнее и привлечь в места отдыха больше молодежи. Чтобы когда прогуливаться, можно было с удовольствием пройтись по улицам нашего города. Также можно установить много Wi-Fi-зон, чтобы молодежь постоянно выдвигалась, было в этих местах фотографироваться, вылаживать что-то в сети. Фонтаны ребята предлагают заменить на более масштабные, чтобы они подсвечивались всеми цветами радуги. Студенты уверены, парком Могилёва не хватает яркости, и чтобы привлечь отдыхающих, для набережной они разработали три вида скамеек. Есть идея создать вот подобного рода лежаки, которые будут размещены вдоль реки Дубровинка, ну, еще фонтаны там добавили. Ну, лежаки предназначены для того, чтобы, допустим, даже днем посидеть, отдохнуть. В них приспособлен столик, также есть подстаканники для удобства, для общения, для двоих. Одна из целей амбициозных студентов – сделать город не только красивее, но и чище. Ребята разработали несколько мусорных урн. Это эксклюзивная мусорка по общему проекту. Вот мы в пятером садились и думали, как же мы ее улучшим. Поэтому мы решили сделать не совсем большой проем, чтобы мусор не разлетался. Также сделали подсветку, чтобы мусорку было можно увидеть и ночью. Это нерасходно получится, потому что там будут энергосберегающие такие, которые не будут тратить много электричества. Диоды, да, какие-то? Главной изюминкой нашего проекта является объект – это гостиница «Могилев». Мы решили сделать нашу гостиницу в стеклянной облицовке. Днем она бы сверкала, сияла, а ночью бы с помощью светодиодов будут тоже сверкать ночью и удивлять горожан Могилева. Студенты не стремятся поразить оригинальностью проектов и не придумывают что-то грандиозное. Зато говорят, что реализовать их идеи будет не очень затратно, а значит шансов, что они воплотятся, больше. Я люблю город Могилев и есть такое желание, чтобы он становился лучше, динамичнее, красивее, чтобы привлекал внимание и местных жителей, и также туристов. Мы делаем удобство для нас, для других, для туристов, чтобы наш город больше посещали, а раз будут больше посещать, значит мы будем постараться еще больше улучшить, чтобы было интересно. Работая над оформлением города, ребята советуются со специалистами и готовы принять свою команду других студентов, которым интересно разрабатывать что-то новое для Могилева. Первые выходные октября свой праздник отмечали учителям. В этом году ряды педагогов в области пополнили более 500 молодых специалистов. Еще раз с праздником вас, преподаватели! Терпения вам и, конечно же, внимательных студентов! А уже на следующей неделе мы отметим День матери. Вы уже придумали, как удивить свою мамочку? Самый дорогой подарок для родителей – это теплые слова от их детей. Вашему вниманию наш трогательный эксперимент. Как часто вы говорите своей маме, что вы ее любите? Альма Матер решила добавить немножечко теплых слов в этот осенний день не без помощи студентов. Мам, привет! Привет! Ты самая лучшая у меня мама, я тебя очень сильно люблю. Привет, мам! Я тебя очень-очень-очень сильно люблю. Привет, мам, еще раз! Привет! Хочу тебе сказать, что я тебя люблю. Вы, наверное, там, наверное, во что-то играете. Алло! Мама, я тебя очень сильно люблю, и ты у меня самая-самая лучшая. Я тебя очень сильно целую. Я люблю тебя. Понял, а что это с тобой? Просто хотел сказать. Спасибо, здраво я. Алло! Алло, привет, мам! Ну, привет! Я тебя люблю. Ну, а что такое? Это в преддверии, короче, 14-го числа. Так что, ну, просто, вообще, просто хотел сказать, что мы тебя любим все. Всегда хорошо маме сделать приятное. А как часто вообще на маме говоришь такие слова? Ну, мы созваниваемся часто. Хотя мы живем в разных городах, и вот уже очень давно. Ну, звоним, наверное, в неделю, раза три точно созваниваемся. Ты каждый раз всегда говоришь, что... Конечно, конечно, конечно. Мама же для меня это все. Скоро же день матери. Ну? Я хотел пожелать всего самого наилучшего. Ты должен работать 14-го. Ну, так я заранее. Ну, не надо не заранее, ты что? Ну, что мне заранее? Я тебя очень сильно люблю. Ну, это не пугай. Просто, просто хочу сказать. Я тебе просто хочу сказать, что я тебя люблю. Я тебя как-то люблю, ты что? Ты для меня, если у нас дома, что я знаю, есть в свою душу. Спасибо. Я жена твои. Хорошо. А что ты вдруг позвонил? Ну, просто хотел сказать, что люблю тебя сильно. Сына, ты не пугайся, зайка. Не надо так пугайся. Не пугайся, не пугайся, точно? Да, все нормально. Домашка моя. Ты что-то не договариваешь. Может, тебе все надо? Мне ничего не надо. У меня все есть. Слушай, мам, хочу тебя поздравить с дной матери. И сказать, что я тебя очень сильно люблю. Ой, спасибо, сынушечка. Я тебя тоже очень люблю. Совсем скоро, 14 октября, мы отметим День матери. Не откладывайте на потом. Возьмите прямо сейчас, позвоните и скажите своей маме, как сильно вы ее любите. Взаимное хорошее настроение. Гарантирую. По тебе очень сильно соскучился. И что я очень сильно тебя люблю. Я тоже по тебе очень соскучилась. И очень вас люблю всех. Спасибо. Обнимаю крепкого. А сколько ты будешь сегодня? Катюшка сказала, с тобой с вами. Сегодня обязательно приеду часам к 6 к 7. Вот все-таки, если чаще говорить мамам, что мы их любим, вопросов, что случилось, возникать не будет. А между тем, осень для студентов – это не только начало учеба, а еще и традиционный сбор урожая. Наш корреспондент Кристина Каранкевич отправилась на морковное поле, чтобы узнать, как идет работа. Ходишь с девчатами, общаешься постоянно. Разве это не романтика? Кому романтика, а кому первая проба себя в труде не умственном, а физическом. С 200 студентов Могилевского государственного университета продовольствия трудятся на Кадзинских полях. Морковь в этом году выросла такая, что залюбуешься. 30 гектаров отборной, маэстро и редкорот. На моркови мы задействуем учебные заведения, такие как лицеи, аж 5 штук, архитектурно-строительный колледж, Белорусско-российский университет и университет продовольствия. Морковь мы планируем убрать за две недели. В день мы задействуем порядка 200 человек, студентов, картофель в течение трех недель. Морковь, кстати, единственный овощ, который пока убирают вручную. Ну и в следующем году в хозяйстве для этого собираются приобрести спецтехнику. И хоть работа эта нелегкая, для ручного сбора особого умения не нужно. Оторвать и бросить в ведро. Так, какая морковка хорошая считается? Чтобы не гнилая была, ну и более-менее крупная. На поле второй курс технологического и химико-технологического факультетов Могилевского университета продовольствия. Ребята работают по группам. Именно мы ТРЗ. Это что? Зерно. Зерно. Да. Кто здесь в лидерах, расскажите. Мы. Вы. ТРЗ. Все на нас. Да, сплоченный кольчик у нас. Мальчики работают, помогают нам, выносят. А мы пашем. Так, сколько ведер уже собрали? Много. Всю раз мы 2 тонны 100 килограмм собрали. Как морковь? Вкусная. Сладкая? Да. Вы какая группа? Брашка? Нет, хлеб. Терга? 151. Не первый раз, скажем так, на поле, так что несложно. Ну, я смотрю, судя по результатам вот этих передовиках. Сколько ты уже ведер перенес? Я не считаю. Тяжело? Нет, не особо. За свой труд студенты получают по 5 рублей в день. Учебный день построен так, чтобы и учебу не прогулять, и на полях потрудиться. Так как это работа студенческих отрядов, то в этом году ребята высвобождаются, ну вообще не в этом году, а вообще высвобождаются от подоходного налога. Ну и кроме этого они еще не платят в СССР. Один предприятие делит пополам, и часть остается предприятие, а часть возвращается в БРСМ. То есть, получается, деньги, которые остаются предприятию, они готовы нам на эту сумму предоставить нашему университету продукцию. Кадинские закроманы инчи планируют заложить 800 тонн моркови. На поле студенты учатся работать в команде и помогать друг другу. А спустя годы именно это время для многих становится одним из ярких студенческих воспоминаний. На факультете математики и естествознания в МГУ имени Кулешова проходит ежегодная благотворительная осенняя ярмарка. Студенты готовят вкусности, накрывают стол и приглашают к нему всех желающих. Среди таких желающих оказалась и наша съемочная группа. Михаил Серков оценил кулинарные способности ребят. Овощи, фрукты, пироги, пицца, самса и закатки. Эти и многие другие вкусности собирали и готовили сами студенты. На факультете математики и естествознания в МГУ имени учатся ребят из Минской, Гродненской и Витебской областей. Поэтому можно сказать, что овощи и фрукты представлены на ярмарке со всей страны. Все блюда приготовлены собственноручно. У нас блины, пирожки, трубочки. Все приготовлено силами студентов в общежитии. Ночь. Есть у нас мальчики, которые ночь сегодня готовили пирожки. Так что все своими руками, своими силами. Из чего сырники? Творог, два яйца, сахар, соль, сода, мяка. Соберите, суп приобрету ребят. Наверное, даже сами делали. Я скажу, что очень бюджетный и вкусный вариант. Да, очень. Главное, что деньги пойдут в детские дома. Вырученные на ярмарке деньги пойдут на благотворительные цели. Покупку канцтоваров, красок, блокнотов, тетрадей для подшефных детских учреждений. В частности, вот мы, значит, ездим в детский дом в Зарестье, возим туда подарки для детей. Самыми отзывчивыми оказались первокурсники. 90% из них в первый же день записались волонтерами. Программа «Альма-Матер» ставит продовольственный лайк осенней ярмарки МГУ и на зиму точно голодными не останется. Я возьму огурцы. Я возьму огурцы. Хорошо, без проблем. Хорошо, приходите еще, спасибо. Все, все в семью, все в семью. На этом все. Ждем вас в «Альма-Матер» каждые две недели. Включайте «Беларусь-4», «Могилевы», и, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Ну что? Там и было совсем неуместно, может быть, поэтому. Мама. 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 Сидела, ела морковку, да, пока не собирали. Кристина, ты не привезла нам морковки.